Постоянно эти пациенты задерживаются, сидишь, сидишь, ждёшь, 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 они всегда задерживаются, потом жалуются, многие не выполняют предписания. Ой, а мне ещё сегодня на стрижку, вкладку. Да уж, хватите. Здравствуйте. Нет, я не занята, я вас очень-очень-очень заждалась. Здравствуйте. Почему вы меня не узнали? А, всего лишь потому, что у меня другой цвет волос. Ну, конечно, это я, ваш лечащий врач. Дольче Вита. Ну, прям уже изменилось сильно. Цвет волос ничего не поменял, длина-то осталась та же. Ну, посмотрите. Нет, трогать не надо. Это я, ваша. Дольче Вита. Узнали? Ну, тогда с вас лайк. Так, шутки в сторону. Быстренько мне ваши, ваши все, да, анализы все. Давайте. Так, как себя чувствую? Ну, я вижу, молодец. Вы была. Что ж? Ага, ясно. Так, подождите. Я хочу вначале посмотреть все анализы. Итак, вы делали у меня что? Полная биохимия. Так, развернутая, да. Так, что? Гормоны. Я выпишу гормоны, но не сегодня. Нет-нет, сегодня у нас с вами осмотр. Гормоны сдаются в определенные дни. Вы это прекрасно должны. Ну, может быть, не знать. Вам никогда не говорил ни один врач или вы никогда не сдавали гормоны, да? Ясно. Хорошо. Гормоны остаются в определенные циклы. У женщин, естественно, вот. Поэтому все нужные нам с вами гормоны, я сейчас не говорю про те, которые можно сдавать, не привязываясь к циклу. Я вам назначу в следующий раз, да? Вот. А по эндокринной системе я вам могу назначить сегодня. Ну, пожалуйста, не спивайте меня. Дайте мне посмотреть ваши анализы, потому что на меня, например, смущает здесь вот уровень. А железо-то у вас на нижней границе? На нижней границе? На нижней. Как себя чувствуем? Так вот отсюда. Вся эта слабость. Ну, и что я говорила? Витамин D вообще. Конечно, да. Там не то, что на нижней границе его нехватки. Ну, ничего. Нечего. Нечему удивляться. Ничего страшного и ничего удивительного нет. Витамин D даже у сицилийцев, у людей, живущих на солнце, там, около 300 дней в году, у них тоже витамин D пониже. Витамин D невозможно получить, находясь на солнышке даже полчаса в день. То, что мы с вами в наших климатах, да, не получаем. Да и на Сицилии сегодня тоже это нереально. Единственное, лишь можно вот получить, если мы полностью будем голые, да, и ежедневно, вот полчаса голые, без защиты, будем на солнце. Тогда он имеет свойство вот, да, аккумулироваться. Иначе это всё сказки. Поэтому пропьём мы с вами, мое хорошее, что? Пропьём, конечно, витамин D. Капсула в неделю. Хороший дубайский препарат я выпишу. Так, у нас с вами ещё было что? Что было? Ну, давайте всё. А, хорошо. Я посмотрю, хорошо? И прокомментирую потом. Вы прям всё хотите сразу. Ну, подождите. Так. Ну, вот тут прекрасно видно маленькое смещение. А что доктор написал, рентгенолог? Можно мне? Так, сейчас кляну, что вам написал рентгенолог. Потому что я вижу смещение. И это смещение ведёт к зажиму вашей мышцы. Витамин D нехватка, железо нехватка, зажатые мышцы. В общем, полный набор. Ну, отчаиваться не надо. Мы всё, 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 всё исправим. Вы расслабьтесь. А доктор всё сделает, починит вас. Главное, главное знание, что следовать инструкциям, как говорится, рекомендациям. Но я назвать это инструкцией. Так, я смотрю. И вот, пожалуйста. На уровне С1, С3. То, что я и говорила. Поэтому сегодня, сегодня, сегодня я промассирую вам эту мышцу. Выпишу витамин D. Выпишу железо. Режим дня распорядок дня меняем. Ну вот хорошо. Скажите, во сколько вы просыпаетесь? Чем завтракаете? Нет, вообще... Ой, вообще мне про это не говорить. Ясно. Брёшем. Так, моя хорошая диета будет выписана здоровая. Эквилибрио. Это значит баланс. То есть, чтобы жиры, углеводы и протеины, белки, всё были поддерживать вот этот вот баланс. Это я выпишу вам тоже. Потому что то, что вы мне сейчас говорите про ваши завтраки, это, честно говоря, просто смешно. Просто смешно, смешно, смешно. И вы, наверное, это прекрасно понимаете. То, что завтракать пулкой и кофе, это, ну может быть, можно в отпуске пару раз. Но если... Ну я понимаю, я понимаю, вы не знали, что у вас вот такие анализы. Если вы себя плохо чувствовали, надо было уже заранее прийти и сразу же сдать биохимию. Биохимия сдаётся в первую очередь. Да. Общий анализ, растёрнутая биохимия и анализ мочи. Давайте ручку померяю в давлении. Давайте рукачку поднимаем. Угу, давайте. Давайте. Это нормально я себе. Нет, просто мы с вами уже эту тему обсуждали. Я уже вам выписывала когда-то, в прошлом году, по-моему, да, в прошлом году, хорошее питание, а вы опять брюши ваши. А, нормально, а потом вы ещё ничего не едите. Вы знаете, мне всегда смешат такие барышни, которые утром едят килограмм шоколада брюшей ненужные, а потом сидят на диетах с капустным листом. Вы лучше... В общем, не хочу, а то разослюсь, правда. В прошлом году работали над этой темой, объясняла, что нужно есть правильно. Ну, расписывали же вам, почему опять ничего не соблюдаете. А потом приходите жаловаться за этими витаминками. Вы знаете, что всё равно все эти витамины, добавки, даже те, которые я вам сегодня выпишу, всё равно это, ну, да, это необходимо на сегодняшний день с вашими вот такими анализами. Анализами, когда витамин Д вообще в три раза ниже нижней границы, а железо на нижней границе. Но ни в коем случае это не умиряет того, что это всё равно всё химические... Да, все деньги. Ладно. Разослили. Ну, потому что надо иногда своему врачу доверять. Вы же не просто так ходите. И, наверное, от того, что цвет волос мой поменялся, моя квалификация не изменилась. Правда? Да. Давайте меряем давление. Так, расслабились. Наругала я вас сегодня. Наругала, наругала, наругала. Не пугайте. Давление подскочило. Ну, сейчас и проверим. Вот так. Ничего не подскочило. Снимаем. 118 на 68. Прекрасно. Используемся в порядке. Давление хорошее. Хоть здесь, да. Хоть здесь я вас немножко успокоила. А я ругаю. А я ругаю своих пациентов, которые ничего не хотят. Пилюлю волшебную. Если вы так питаетесь, что же вы хотите? Если бы вы были на Сицилии, я бы вам вообще прописала канину. Да, мясо, канина. Хорошо повышает гемоглобин. Ну, мы с вами не на Сицилии. Распишу, распишу. Задержусь и снова распишу вам питание. И попробуйте только мне в следующий раз сказать, что вы опять ели брюш. Разверну и пойдете с кабинета к другому врачу. Ну, вот вам и дольче вида. Да, бываю строгое. Потому что забучусь о вашем здоровье. А вообще о нем вы должны заботиться сами. И вы прекрасно это знаете. Мало врачей, которые хотят вот прям помочь. Правда? Мы знаем это. Лучше бы было больше. Но, к сожалению. Ну, сейчас я сделаю вам приятно, расслаблю вашу мышцу и отпущу вас со всеми ЦУ. И надеюсь, вы все ЦУ выполните. Если нет, мы с вами поссоримся. Обещайте. Хорошо. Давайте мне. Не больно? Сейчас я ближе подойду. Так вот, когда нажимаю, не больно. А вот так. Сейчас промассирую. Так. Так. Конечно, приятнее получать массаж, чем нагоняет доктор. Я согласна. Но доктор не был бы доктором, если бы это все пустил на самотек. Это был бы просто шарлатан. А я вижу. Я вам выписываю диету. Соблюдать. Распорядок дня. Что значит ложусь спать в полчетвертого утра? Что значит смотрю Ютуб? Вы что мне тут? Обещайте, что такого больше не будет. Хорошо. Спать до 11, максимум, полдвенадцатого. Дайте еще здесь. А я знаю, что уже не болит. А потому что я ваш волшебник. Вот эти вот ручки. Золотые. Да. Ну, конечно. А кто же еще? Ну, спасибо. Я знаю, что вы очень доверяете мне. Но давайте договорим, что все, 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 что я сейчас вам выпишу, вы будете соблюдать. И в следующий раз вы придете, перестав анализы через месяц. Да. И принесите мне просто замечательные результаты. И скажете, что завтракаете чем? Ну, давайте перечислим. Перечислить и сами. Хорошо. Яйца. Тост и авокадо. Красная рыба. Дальше. Каша. Льняное семя. Сливочное масло в кашу. Обязательно. Да, не надо вот такое ломать. Но маленький кусочек каждое утро для женщины необходима. И тогда, моя хорошая, не надо будет закалываться ботоксом и создавать иллюзию. Хорошо? И филеры. Все. Питаемся хорошо. Не сидим на гречневых марафонах. Нет, нет, нет. Мы знаем с вами, как поддерживать, правда, красоту и остальное. Ну что, вы пока можете пройти, выпить. Нет, не кофе, а зеленый чай жасмина. Да. Я приготовлю все. ЦО, как я уже сказала. Вы выполните все. Обещайте мне. Обещайте. Посмотрите в глаза. Обещайте. Хорошо. Ловлю вас на слой, если обещаете. В следующий раз буду снова я. Но, скорее всего, уже блондинка. Все. Если вам понравилось, оставьте, пожалуйста, ваш всегда отзыв. Вы всегда оставляете отзыв в нашей книге, предложении и жалоб. Если что-то не понравилось, не понравилось, но, пожалуй, можете пожаловаться на дольче виду. Хотя хозяйка этой клиники, вы знаете, кто? Я знаю, что вы всегда доверяете мне. А пожурить, 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 пожурить. Пожурить такого пациента, который не выполняет требования, нужно описательно. Зачем постоянно жаловаться на то, что что-то где-то, если не выполняет требования врача. Да, это требования, требования к своему здоровью, которые вам, я и сложу на бумаге, что делать. Ну, договорились? Да. Хорошо. Спасибо за комплимент. Какой цвет помады? Вот вы зашли, а я делала таппинг. По вот этой помадке от Керлен. Хорошо она вписалась, правда? Если хорошо, то же оставьте комментарий. В нашей клинике приветствуются все, все, все комментарии негативные. Но это уже ваша карма и ваше внутреннее состояние. Если вы излучаете позитив, в позитив к вам притягивается помадка Керлен. Номер, номер, номер называется Flaming Rose. Kiss, kiss, kiss. Все, а мне пора выписать такому. Ладно, не буду больше ругаться. Хотела сказать такому недобросовственному пациенту. Витаминкой будем поднимать железо, витамин D, правильно питаться. И мышцы не будут заживаться. Естественно, зарядка каждое утро. Да. Все, до следующего раза. Было приятно вас видеть. Нет, я, конечно же, не обиделась. Нет. А вначале немножко вас все-таки, вас надо держать в ежевых, в ежевых, в ежевых, в ежевых рукавицах. А иначе, а иначе, иначе вы распускаетесь. Жду вас в следующий раз. До свидания. Всего хорошего.